Наши армянские соседи утверждают, что они автохтоны, то есть местное население, а не перешлое. При этом они хотят, чтобы им просто поверили на слово, или ссылаются на свою любимую Википедию, хотя и там мало чего, что могло бы им понравиться. Это акты, собранные Кавказской археографической комиссией в 12 томах. Все тома печатались только с разрешения его императорского высочества Кавказского наместника. Работа этой комиссии охватывает период с 1866 года по 1904 годы. В этих томах собраны все документы, переписки, сообщения, рапорты и тому подобное, начиная с 1398 года и кончая 1862 годом. Во введении с 7 тома охватывающего период с 1827 по 1831 года на третьей странице написано Вместе с территориальным увеличением наших закавказских владений усиловалось в них и самое население, благодаря переходу в наши пределы из Персии около 8249, а из Турции до 14000 армянских и частью греческих семейств. Таким образом, этот документ доказывает, что именно по инициативе Российской империи армянские семьи были переселены в Ирбанское и Нахчеванское ханства после захвата этого региона. То есть армяне пришли, а не автохтоны. Но это не все. Читаем в примечании. Описание переселения армян-адербайджанских в пределы России с кратким предварительным изложением исторических времен Армении. Москва, 1831 год. Выселение азербайджанских армян обошлось русскому правительству в 14000 червонцев и 400 рублей серебром, а турецких в 90000 червонцев и 380000 рублей серебром. Суммы, потраченные российской казной для переселения армян на Кавказ, по тем временам огромные. Это доказывает, что переселение армянских семей в регион Южного Кавказа было одним из основных приоритетов внешней политики имперских властей России. Теперь перевод с немецкого. История переселения 40 тысяч армянских эмигрантов в Россию в 1828 году из персидской провинции Адербайджан. Это такая книга. Название говорит само за себя. 40 тысяч армян переселились в Россию. То есть армяне уж точно не автохтоны. Еще один факт. На странице 266 того же тома дан текст письма индийских армян к архиепископу Нерсесу, датированное 8 февраля 1827 года. Письмо из Калькутты. Оно есть неопровержимые доказательства двух очень важных моментов. Первое. Это сам факт того, что в указанный период в Индии проживало много армян, большинство из которых потом переселилось на Южный Кавказ. Меня осенела одна мысль. А может быть, когда армяне говорят о так называемой Армении от моря до моря, они имеют в виду Армению от Средиземного моря до Индийского океана? Чем черт не шутит? Второй момент. В этом письме индийские армяне написали. Ибо если прежние и не находились под Игом чужонародным, то далеко не были свободны, будучи беспрестанно подвержены внутренним смятением и внешним притеснениям. То есть армяне, жившие до переселения на Кавказ, не находились под Игом. Их никто не угнетал. Просто им взберло в голову стать свободными. И Российская империя дала им такой шанс, создав армянскую область на исторических землях Азербайджана. Напоследок, хотел бы обратить ваше внимание на один исторический момент, который наглядно показывает отношение русских наместников к армянским священникам. Во времена правления графа Паскевича был такой армянский священник Нерсес. Отъявленный мошенник. Он своими неблагопристойными делами и интригами настолько надоел Паскевичу, что последний в одном из своих рапортов писал. Насчет Нерсеса я нахожусь в большом затруднении. Политика запрещает мне устранить его совершенно от дела. Соседи армяне вас не любили, не уважали, а поощряли только потому, что этого требовала политика. Если русские вас и не наказывали, то только потому, что им запрещала делать это политика, политические интересы. То есть вы, армяне, были и есть инструмент политики Российской империи. Не надо выдумывать историю. Вот она, реальная история. Постарайтесь ее запомнить.